Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну да, точно, витамины На, держи Спасибо, сколько я тебе должна? Да нисколько, мне друзьям ничего не жалко Принимай на здоровье Тут витамина С, как в целом килограмме апельсинов Так что будешь скоро светиться, как лампочка Спасибо Ну конечно, обращайся, если что, у меня таких еще много Ну я пойду Хорошо Да Фокус не удался Факир был пьян Мы идем и ты Иди вперед Нам по пути И солнце светит в лицо И ветер в спину нам летит Дали, нет, дали Не дали, дали Спали местами Не стали листами Но не перестали Дорога на газ Рука без руля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Поехали Назад уже никто не повернет Поехали Скажите, пожалуйста, честно Вы изменяете моему отцу? Миша, это уже не смешно Я знаю, что это не смешно Тем более, когда есть прямые доказательства Ну и Какие у тебя есть доказательства? Этих доказательств Хватит, чтобы вывести вас на чистую воду Ты взялся меня судить? Не забудь, пожалуйста, одну прописную истину Не суди, да не судим будешь Ага, значит, вы все-таки не отрицаете, что изменяли, да? Я просто не хочу, чтобы ты делала поспешные выводы Слухи, это только слухи И не надо всему верить Да не волнуйтесь, все проверено И я больше не позволю вам делать из моего отца идиота Миш, Мишенька, ты просто очень многого не знаешь Вот зачем ты сейчас... Послушайте, ну вы же испугались, ну по вам же видно все Как изменять, так пожалуйста, да? А как отвечать за свои поступки, так сразу в кусты Все, мне не нравится этот разговор И прекрати, пожалуйста, меня оскорлять Знаешь, если у тебя есть что-то, давай, вываливай все на чистоту А иначе давай закончим и, кстати, извинись передо мной Вы знаете что, я выберу третий вариант Я промолчу просто Кстати, я давно хотел вам сказать, у вас прекрасно получается играть роль Заботливой домохозяйки Глеб, Глеб, постой, пожалуйста Ну прости, я хочу тебе объяснить все Что ты мне объяснишь? Ну как все это было на самом деле? Да нет, я понимаю, это всего-навсего был безобидный розыгрыш Можешь считать, что шутку далась Мне никогда в жизни смешно так не было Я до сих пор смеюсь Глеб, ну я вообще не хотела, чтобы ты это все увидел Господи, да я просто не хотела целоваться с Лариной Да что ты говоришь-то, а? Скажите, пожалуйста Я не знаю, как объяснить тебе сейчас так, чтобы ты все поняла Давай пойдем домой, спокойно сядем и все обсудим Значит, у тебя, Сарина, опять целая история, да? Да нет же Нет, сейчас я ничего выяснять не хочу Я устал Я хочу побыть один Глеб, пожалуйста, остановись, я люблю тебя Сейчас я пойду домой Завтра поговорим Мне нужно успокоиться Взять с себя руки, иначе я кого-нибудь перебью сейчас Созловский Пацаны, пацаны, подождите Смотрите, зацените, нормальный текст Любим мы физкультуру, что само по себе и не мало Любим мы физкультуру, хоть сейчас с ней сложнее стало Да ну, бред какой-то Ну все уснут от таких стихов, ты честно Ну хорошо, зацените другой вариант Жил-был учитель один, многое в жизни умел Но из добра у него были указка и мел Сел он в детях тепло, знания мира дарил Пусть не имел ничего, но работу любил Сел он в детях тепло? Да это мега жесть Что-то нас засмеют же все Где-то такое откопал-то вообще В интернете Не нравится? Ищите сами Да что искать-то? Мы сейчас любую нашу песню возьмем, то и переделаем Да, вы переделаете точно Год будете себе голову ломать, а времени нет Вы не понимаете, что ли? Это что я парюсь? У вас последний звонок, не у меня делайте, что хотите Сань, все нормально, не беспокойтесь Смотри, вот, мне уже идея в голову пришла Смотри, берем песню на Дье и переделаем у нее слова Да, прям сразу экспромт Знаешь ответ на вопрос или нет Если нет, предъяви дни и вник Я ставлю не аут Ага, и сразу продолжение Ты ставишь два себе и мне Одинаково Маргарита, я забыл, ты пьешь сейчас сахарам Да, ребята, это, конечно, все гениально Но за такое нам не то, что аттестат не выйдут Нас еще привозят к столбу позорную По-моему, даже очень креативно Ну что ж, если вам не нравится Давайте петь чужие песни Только смотрите, нас ведь обвинят в плагиате Не дай бог, еще суд подадут Да, уж только этого нам не хватало Особенно вот Гуцула Он может пойти как соучастник, кстати Кстати, ты нам так и не рассказал ничего И что за кекс был, с которым ты подрался Слушайте, пацаны, давайте не будем Это долгая история Ты же сказал, не садиться на мою кровать У тебя места, что ли, мало? Чего ты с нагмитной залез? Да, понеслась душа в рай Так, ребята, считайте, что репетиция на сегодня окончена Простите, Иван Привет О-о-о, привет Кружок умелые руки, да? Ну да Миш, да зря ты стараешься Все равно ничего не склеишь Да знаешь, приметы, говорят, плохая Держать в доме склеенные вещи Счастья не будет Да, пап, господи, предрассудки Миш, ну брось, ну брось ты эту чертову вазу Все равно она мне никогда не нравилась Чего, пап? Да ничего, устал я, как собака В Снегинке дел, не в проворот Знаешь, вся эта нервотрепка, вся эта борьба с ветряными мельницами меня в могилу сведет Пап, ну не говори ты так, господи Ну ты же сам говорил, что ни в коем случае не нервничать И нет ничего в жизни, из-за чего бы стоило переживать Ну, знаешь Одно дело говорить Болешь? Ну ты даешь Пап, ты знаешь, я алкоголь не пью Да? С каких это пор? Думаешь, я не знаю, какой с ребятами мы коллекционный коньяк пили, а потом бутылку подливали чай Чтобы я ничего не заметил Пап, ну это было всего лишь один раз И тем более Арсений сказал, что ну такой коньяк, ну просто необходимо попробовать И Арсений был прав Ну, давай Как там Нина? Нина, ничего, нормально Готовится к собеседованию Скучаешь по ней? Еще бы, конечно Я вообще не представляю, как мы не будем видеться полгода Я этого не переживу просто Да ничего, ничего, переживешь Зато потом вам уже ничего страшного не будет Ваши отношения станут Как кремень Да, как Ваши скалерии, да? Ну да Доброе утро На улице такое солнце Отличный день Весенним солнцем это утро пьяно И на террасе запах роз слышней И небо ярче синего фаянса Тетрадь в обложке мягкого софьяна Читая в ней элегии станции Написанные бабушкой моей Пушкин? Нет Ахматова Все понятно с тобой Эх, Галя, Галя Говорила же К ночам нужно спать, а не заниматься Так можно нервное истощение заработать Вон Жанка даже Стала ложиться в 11 часов Нет, а ты вспомни, что было раньше Могла урулить куда-нибудь и всю ночь тусоваться Ну, так она специально пораньше встает Чтобы порхнуть куда-нибудь в неизвестном направлении Как утренняя пташка Папа Скорее девушка загадка Хоть бы предупреждала, куда пошла, зачем Конечно, будет она тебя предупреждать Она собственных родителей не предупреждает Так вот, это-то и пугает Слушай, это у тебя аскорбинка? Можно я возьму пару штук? Да бери хоть щучку Мне мама такие всегда покупала Чтобы мозг лучше работал Ну и силы, конечно, были А тебе мама купила это сама? Сама, сама Слушай, а как там твои родители поживают? Ты ничего про них никогда не рассказываешь Ты ей один раз только показала фотографии Ту своей собаки Галь, да что тут рассказывать? Я пойду позвоню Алло, Илья, привет Привет Ну рассказывай скорее Есть новости? Слушай, я даже не знаю, как сказать Вчера вечером около школы ко мне подошел Ваня Наверное, он меня поджидал Ну и он начал разговор про эти самые таблетки Интересно Да, но мне так и не удалось его раскусить Похоже, он что-то заподозрил Ну я начала косить по дуру Мол, мне нужны витамины Все-таки с расчетом на то, что он мне продаст эти колеса Ну а он? А что он? Он сучил мне пузырек со скорбинкой Похоже, я где-то себя выдала Что же теперь делать, а? Ладно, не дрейся Что-нибудь придумаем Да что тут думать? Он понял, что я хочу его подловить Он же такой парень хитрый, осторожный Вот как мы теперь его поймаем? Ну сейчас никак Будем ждать Слушай, а давай встретимся и обсудим план действий Ну, сегодня не могу У меня интервью и запись программы Какие мы важные Ну ладно Давай тогда, созвонимся позже Пока Пока Слушай, Синь, ну хорош Ну дай поспать Минут пять еще, ладно? Творано встает, тому Бог подает В нашем случае это Ларина Так что давайте, Женька, просыпаемся Нас ждут великие дела Какие еще дела? Как какие? Ты что? Грядет день подписания наших договоров И откроется новая страница в истории легендарной группы Блабама Великая была Блабама И ее великие песни Короче, понятно Сеня у нас под впечатлением Нового российского кино Да ладно Я хоть в кино хожу А вы вообще обленились Никуда не ходите Ничем не интересуетесь Я черт первый в душ Господи, конечно Иди, иди А то у нас сейчас буря в стакане начнется Ребят А вот мне интересно А какие у нас будут гонорары? Ты имеешь в виду официальные или нет? А что, еще бывают другие что-то? Конечно, бывают Не знаешь что ли? Нет Объясняю По договору артиста Ну, один гонорар Это весьма скромная сумма А после выступления Ему еще доплачивают Ну, допустим За то, что он пришел И прорекламировал клуб Или выступил на гламурной тусовке Это уже реальные бабки Ну, до этого-то надо Что-то расти надо Я не знаю Мне кажется, что мы уже И так нормально распиарены Или ты думаешь Что все наши эти конкурсы Музыринги И прочие концерты Прошли даром? Ну, хорошо бы, если было бы так Мне просто деньги очень нужны Я очень хочу купить квартиру в Москве Ну, ты даешь Неплохо, неплохо А я вот себе хочу яхту Выходите на ней в море С кучей девчонок Там, нас жигает Подожди, подожди А как же твоя девушка? А что моя девушка? Моя девушка тоже тусовки любит Ребят, а у нас же Клеп-то у нас профессионал А вот у него гонорары Будут больше Или как у нас у всех? Ну, конечно, как у нас Мы в пятером Все должны быть равны А иначе, если кого-то выделять Мы за три дня разругаемся И разойдемся Как непривычно, что ты дома В свое время ты всегда на работе Потому что я решил изменить Немножко нашу жизнь Я взял чуть поменьше дежурств На следующий месяц У тебя экзамены на носу Тебе нужно нормальное питание Тебе нужно нормально высыпаться А то у меня есть такое ощущение Что когда я ухожу на работу Ты все время сидишь в интернете Ну, пап, я же уже не маленькая Ты что, меня собрался С ложечкой кормить Или сказки на ночь читать? В этом нет никакой необходимости А вот обеспечить тебе нормальное питание Я в состоянии Сейчас пойду на рынок Куплю тебе черешни Клубники Угу Ты видел, сколько она стоит? Как ты думаешь, зачем я все работаю? Кстати, зайду в школу Это еще зачем? Надеюсь, ты не собираешься Занести мне во время урока Черешню и клубнику Нет Я этого не собираюсь сделать Я просто хочу поговорить с Савченко По поводу твоей успеваемости Не волнуйся, папочка Все у меня в порядке Было бы плохо Тебе бы уже доложили Светочка бы первая Прибежала ухо и ахо Кошмар, караулки Раскатилась до тройки Ее надо срочно спасать Зачем ты так? Ну, ты же знаешь, я шучу Что-то от твоих шуток мне не весело Мама не звонила, не объявлялась? Эта машина еще помнит про нас? Мне кажется, она уже забыла Что у нее когда-то была семья Кир Ну, зачем? Ну, зачем ты так? Ты же понимаешь, что ей тяжело Я не знала, что в Италии тяжело живется Надо ей отправить туда гуманитарную помощь Черешню и клубнику Какая-то у меня сегодня Чрезмерно ядовитая Извини, папа У меня просто нет настроения Ладно, я в школу пойду, пока Пока Погода в городе обещает быть жаркой По области до 32 градусов выше нуля Возможен небольшой дождь Ну, а в завершении нашего утреннего выпуска Астрологический прогноз от Вальтера Здравствуйте Итак, сегодня полнолуние Седьмая фаза Луны Солнце находится в Меркурии А Нептун в Деве И это значит, что и сам Ракам и Овнам стоит быть крайне осторожными Принять решение Ведь именно сегодня ваш выбор Может повлиять на судьбу А вот близнецам я бы посоветовал В ближайшие дни Спать головой на северо-запад Это значительно усилит денежные потоки И прочистит корону Привет Тебя встретить? Не надо Ну, как хочешь Да ладно Сам доберусь на такси Что, зря у Лариной работаешь, что ли? Пора привыкать к красивой жизни А я и смотрю, ты шокуешь На самолете решил прилететь Что на поезде уже не Камильфо Для знатного юриста Повиси пару минут У меня параллельный звонок Я снова тут Кто звонил-то? Чего отвечать не стал? Поклонницы, что ли, одолевают? А целые толпы Ничего, подождут Потом отвечу Понятно С Мариной, что ли, поругался? Ты опять лезешь не в свое дело? Я тебя как облупленного знаю Пая, рассказывай, что стряслось? Подловил ее на измене? Слушай, если хочешь копаться в грязном белье То у тебя теперь есть и Ларина С ней обсуждай Она любительница сплетен и интриг Уже и пошутить нельзя Да достали твои шутки, понятно? Ну, народ Совсем рехнулись Эти грузчики такие цены заламывают С ума сойти, кошмар Дорого, да? Еще как Нет, ну, представляешь, я ему говорю У нас всего-то будет Две коробки вещей Тумбочка Телевизор Диван Холодильник А он мне говорит, восемь тысяч Да за эти восемь тысяч Я сама все на своем горбу перетащу Подожди Ты что хочешь, холодильник с собой забрать? А я его новым хозяевам обещал, что здесь оставлю Ой, ты интересный какой Да этот холодильник куплен На мои личные сбережения На мои кровно заработанные деньги А мне казалось, что это Старый холодильник Еще мною куплен Да что ты Тут мы уже давно на помойку вынесли Он прогнил весь Из него этот фреон вытек А этот новый Я в кредит брала Да подожди, какой новый-то? Да я же прекрасно вижу, что это Тот самый мною купленный холодильник Господи, мужики Да какие же вы все мелочные Нет, чтоб женщине уступить Ну ладно Ну что я в самом деле Забираю вам Вон там в школьном общежитии пригодится Пригодится, но ненадолго Мы там проживем, ну, месяц от силы И переедем с Надькой А, никуда же, если не секрет К мужу В апартаменты Это что? Замуж выходишь? Да И когда свадьба? Как только, так сразу Поздравляю Абанна 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 Доброе утро, Фёдор! А я вот вам Сырники принесла свеженькие Да вы что? Утро испекла ещё тёпленькие Мне? Ну, присаживайтесь Ну-ка Ммм, какая вкуснязина Елена Так вы это На все руки мастерица Спасибо за тёплые слова, я старалась А знаете, а почему? Потому что вы вот это всё делаете С душой Вы меня совсем захвалили Ой, я же вот вам принесла ещё Рубашку Петину Примерьте, может подойдёт? Ммм А вот за это Отдельное спасибо, ну-ка Давайте Так, 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 секунду Ну, смотрите, мне кажется, она Причём хорошо Правда? Очень к лицу Так это Под лицо оно Всё к лицу, а? Да ладно, перестаньте Она вам очень идёт Вы прямо в ней Завидный жених Так я это Любовь Кирилловну хочу На свидание пригласить Да? Да Куда? Музей Исторический Там же И в это И в это И в это И Очень интересно Очень Ну, это, конечно, интересно Как бы вам сказать Мне кажется, для Любови Кирилловны Это слишком сложно Вы пригласите её лучше в ресторан Или в парк погулять Свежим воздухом подышать О, а потом в ресторан Погода-то какая сегодня хорошая, а? Да Не бойся, все эти садоводы-любители Сейчас понеслись за город К своим грядкам и лейкам Я, признаться, никогда не испытываю радости Копания в земле Честно вам скажу Да вы знаете, я тоже человек сугубо городской У меня дачи-то никогда не было Эти огурцы, помидоры Я вам так скажу Вот дайте мне рассаду Огурцы, помидоры Я не отличу У нас с вами сейчас задача посерьёзнее будет Да Кстати, я узнал Насчёт сдачи крови на анализ К нам придут из лаборатории завтра Ну, я не приложу Как мы всё это организуем Я тоже думал, думал Знаете, мы так сделаем Да У нас будет легенда В школе обнаружен случай С заболеванием дефнии В каком классе? Ну, возьмём кого-нибудь из Старшеклассников Которые сейчас больны Ну, кто не болит Ну, кто на больничном Николай Павлович Они всё равно узнают Они спросят Как перед нас болезнь И вообще Ну, во-первых Мы не будем называть конкретно имени Кто болен А потом каникулы скоро Да, они через неделю Забудут про этого больного думать Ну, логично, конечно Логично Ай, честно говоря Так врать не хочется Так не хочется Ну, что делать У нас же нет другого выхода Только деньгами Особенно не сорите Это да, да Любовь Кирилловна Женщина с запросами Сядьте Знаете Я её Удивить очень хочу А к рассвидании И будет сюрпризом Вы скажите, что я хочу вас пригласить туда Где вы ещё ни разу не были Но вам захочется вернуться вновь Ну, это она про Мальдивы подумает Чего? Да она такого слова не слыхала Она, скорее всего, подумает про столовую в госдоме Вы, самое главное, комплиментами её особо не засыпайте Но и не молчите Держитесь уверенно И этикет Вот обязательно нужно придерживать дверь Стоп! Стоп! Блин! Вот это, это самое записать надо Напишите, пишите Ага Давайте Слушайте, я знаете, что хотел спросить? Вот я всё время путаю Вилку и нож Что в какой это самое Руке держать-то надо, а? Значит так Вилку вправо и нож влево Вилка Нет, нет Здесь наоборот Кажется, наоборот Я совсем здесь сама забыла А вы сводите её в японский ресторан Там всё равно палочками идёт Японский ресторан Угу Слава Михайлович Здравствуйте Привет, Тоня Как дела? Ой, хорошо Я только хотела вам деньги отдать Спасибо, мы пригодились А, нет, Тоня Мне не к спеху Ничего страшного Не волнуйся Да просто я их потрачу На ерунду какую-нибудь Куплю косметику Или одежду не нужную Тоня, если тебе нужно купить Там одежду или косметику Ты не стесняйся У меня есть деньги Я какое-то время продержусь Да нет Просто, понимаете Я передумала к папе ехать А с мамой у тебя всё наладилось Ну, почти Но я стараюсь Работать над собой усиленно Ну, вот видишь, как всё хорошо Главное, Тоня Что ты осознал свои ошибки Ну, всё, спасибо большое Возьмите, пожалуйста Вы меня очень ворочили До свидания Всего доброго, Тоня Что, народ, походу урока не будет? Ну, как же, мечтай Я видела сегодня Басладского Он в школе А может, ты забыл про урок? Это что-то из опыта фантастики Ребят, можно минутку? Внимание Я хотела бы сделать одно объявление Ну вот Я же говорил, урока не будет Меня интуица никогда не подводила Нет, урок как раз-таки будет Объявление о другом Да, интуиция тебя не подвела, чувак В общем, мы с Юлей хотели бы вас попросить Остаться после уроков Ничего Подождите, подождите Ну, вы же не дослушали Мы с Юлей кое-что придумали По поводу последнего звонка И хотели бы вам об этом рассказать Это не займёт много времени Не больше десяти минут Ну, и вы могли бы высказать своё мнение Я сразу предупреждаю, что не могу Я тоже У меня репетитор по-русскому Началось Чё, нельзя потратить десять минут на общее дело, что ли? Во-первых, никаких общих дел у нас с вами нет Если что-то придумали, делайте А быть у вас на побегушках, я не собираюсь Согласен Вы заменили себя звёздами Вот и решайте всё сами Да что мы возомнили? Мы хотели как лучше Вам голову не придётся ломать Галь, да хватит перед ними оправдываться Не хотят, не надо Пусть попробуют что-нибудь гениальное придумывать Здравствуйте Здравствуйте Здрасте Садитесь Что, у нас снова война между Англией и Занзибаром? Что-то вроде того Кто побеждает? Да, пока ничем Отлично Ну что ж, давайте тогда по такому поводу проведём необычный урок У нас с вами будет викторина Я буду задать вопросы А самый шустрый и умный получит пять Согласны? Прекрасно Кто является лауреатом Нобелевской премии по литературе? Бунин Бродский Правильно, ещё Солженицын Хорошо Кто из поэтов жил в Шахматово? Нет, я соскучился Я тоже, капитан Я Да я нормальный Тут есть новости кое-какие Ну, я тебе потом расскажу Что-то серьёзное? Да нет, не особо Ну, расскажи, чем занималась сегодня Если честно, я только проснулась Вернее, ты меня разбудила Прости меня, ради бога Я совершенно забыл про разницу во времени Ты на перемене, что ли? Я? Ну Вообще, если честно, я забиваю Ты с ума сошёл, сейчас же иди в класс Ну вот, я думал, ты будешь рада меня слышать Мы с тобой хоть поболтаем нормально Болтаем, когда будет перемена Знаешь, ты совершенно не изменилась Такая же строгая Я? Да не придумывай Я просто не хочу, чтобы ты провалился на экзаменах Знаешь, я бы вот с удовольствием хотел бы приехать к тебе в Лондон Или присоединиться к тебе в твоём путешествии Вообще, было бы здорово, конечно Да, ну, понимаю, что это, конечно, нереально Миша, так тебе не хватает Мне тебя тоже Слушай, Пётр Ты не знаешь, где можно достать хороший костюм? Спортивный? Почему спортивный? Классический Опа Ты чё, влюбился, что ли? Ну-ну-ну-ну-ну Почему влюбился? Ну, просто я решил в школу ходить в классическом костюме как-то посолиднее И потом я в театр решил пойти С кем? Не с кем, говорю же тебе, я один живу Живу как в пустыне Вот решил заняться Самопросвещением Всё-всё-всё Всё-всё Если ночью бродишь по крышам А в какой театр-то? Пароль Любовь Если звёзды станут чуть ближе Ответ Любовь До потери полей До сети Ты чья? Ты чей? Он, наверное, был самым лучшим Пока Был с ней Саул Саул Слушай, ну я спрашиваю, в какой театр ты собрался? Большой Опа Да ты чё? Ты знаешь В чём? В большой театр ходят? В чём? Ну Семь букв В смокинге Ну а где я тебе найду этот смокинг? Ну я не знаю Это только, наверное, у мужа Лариной Слушай, не заморачивайся ты по этому театру Там, по костюму, по этому смокингу Давай лучше мы с тобой продадим их билеты По спекулятивной цене А сами на футбол, а? С пивком С рыбкой Я его в уделу возьму Ну Сыглашайся Нет Я решил Что я пойду в театр Кремень Не мужик, а кремень Следующий вопрос Кто является автором книги, а Зори здесь тихие? Здравствуйте 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 Можно войти? Ну проходите, конечно Правда, до конца урока осталось две минуты Извините, но лучше поздно, чем никогда Садись Хорошо Спасибо Потрясающе А кто ответит на вопрос? А, это Борис Васильев Верно Молодец, Кожевников Не зря пришли Хорошо Последний вопрос Кто из поэтов 19 века Был автором поэмы Сашка Напоминаю, что он был отдан в солдаты В 1926 году И принимал участие в строительстве канала Москвореки и Волги Лес рук Куда вы? Тихо Урок еще не закончен Мирослав Николаевич Давайте мы этот вопрос составим на... Нет, я думал, что вы сейчас мне Здравствуйте Извините, Мирослав Николаевич Сидите, сидите У меня для вас есть одно объявление Я вас прошу всех собраться здесь Вот в кабинете литературы После уроков Для очень важного дела Так нам Галя уже сказала По поводу выпускного, мы знаем Нет, это совсем по другому вопросу А я не смогу Явиться надо всем Это не обсуждается Дела ваши подождут Все, я вас жду После уроков Извините С подвращением Спасибо Здрасте Рассказывай Как ты угодил Милицию Да что Что рассказывать По глупости За Жанку заступился Она Влюбилась в одного Парня Вот Он оказался бабником И вообще подонком В принципе Вот Причем он ее уже и отшил сам Она не могла долго в это поверить Там драка завязалась Я в общем Вступился И что Словами Это дело Нельзя было уладить Да не понимает этот баран слов Виктор Львович Доходчиво пришлось объяснять Игорь Ты взрослый парень Занимаешься Ребячеством Ну при чем эти драки Все нужно Словами уладить Да я понял Викторович Хорошо Спасибо вам большое Я слышал Вы хлопотали за меня Мне приятно Так в следующий раз Помогать не буду Выкручивайся сам Понял Виктор Львович Там за пятым столиком Отказываются платить по счету И мне хамят Что делать Я разберусь Так не надо Показывать где это Пойдемте Хочу вас предупредить Петр Ильич Вы не по силам Нож уберете Вы вынудили меня Ступить с вами в конфронтацию Я всего лишь хотел Получить немного денег Все Нет Вы не только этого хотели Вы хотели меня пугать И шантажировать До конца моих дней Только я не ведусь На такие угрозы Решили свое счастье На моих костях построить Да? Не выйдет Не выйдет Я теперь понимаю Почему Романовский Меня предупреждал Что вы очень опасная женщина Потому что вы ради своей выгоды Готовы мать родную продать Заметьте вы тоже Так что я не вижу смысла Нам с вами враждовать Зачем? Мы же все из одной упряжки Я вам сказал Я отказываюсь с вами сотрудничать Да Все Да уже поздно отказываться Все уже решено Сделано Что сделано То сделано Я же могу сделать так Что вы окажетесь Не соучастником Организатором Дорогой мой Вы вылетите из своей Снегинки Со скоростью света Ребята так рады Что Савченко велел Всем после уроков остаться Хоть на наше с Юлей собрание Народ придел Это такое ощущение Что классу ничего не надо Ну почему Мне например надо Расскажи Что там придумали Ну в двух словах Рома потом узнаешь Чего я по 10 раз буду рассказывать В самом деле терпения что ли нет Чего вы на меня набросились Ну это такая конкуренция понимаешь Мало ли может ты себе Их идею присвоишь И получишь за нее Шнобелевскую премию Ерунда я так даже не подумала Не надо людей по себе судить Ладно? Да С волками жить по волчьей вытек Называется Саша хватит уже Что вы опять как кошка с собакой Ты перегибаешь палку сейчас Я между прочим За тебя то что заступился А ты еще недоволен Слушай ты в последнее время Что-то очень надменный стал На себя посмотри Слушай Слушай если не перестанешь По другому поговорим О ну давай давай Вы чего ребят Ты только умеешь За девчонками прятаться Да ты прячешься Ребята хватит Как бы не так Как бы не так А у меня знаете что есть? У меня У меня есть Телефонные разговоры Мои с вами А? А? Это веское доказательство? А? А? Не ожидали Какой же ты смешной Господи Неужели ты не понимаешь Что против одной Твоей жалкой записи У меня найдется сотня Или даже тысячи Доказательств Против тебя Да я найму армию Адвокатов Которые сотрут тебя В порошок Так что если хочешь Дожить до преклонных лет Оставь меня в покое Я все равно Этого так не оставлю Этого так не оставлю Ой Валя привет Очень рада тебя видеть Взаимно А ты к нам какими судьбами? С Кирой что ли что-то случилось? Нет все нормально Я пришел к тебе Я пошел на рынок Кирки покупать Черешню И потом вдруг вспомнил Что героическим работникам Библиотеки Тоже требуются витамины Спасибо Сейчас пойду помою И мы вместе поедим Не надо Я Пришел узнать Как у тебя дело Хорошо Я кстати Подобрала для тебя Кое-какие книжки Ну может быть Ты что-нибудь из них прочитаешь Книжки Это очень интересно А ты будешь телефон брать? Буду Алло Да Конечно я узнал Нет Кира со мной рядом Не может быть по определению Потому что у нее сейчас уроки Алло Алло Разъединили Угу Чего у нас с книгами? Дадим и звоним Ну что еще? Ты как всегда такая ласковая Моя любимая женушка Звоню сообщить тебе Что сегодня у нас вечером Звонут Какой еще ужин? Ты что пьян что ли? Извини Мне сейчас не до шуток Я не шучу Мира приезжает Так что не бузи Сходи сделай маникюр Ну накрутись Ну вообще приведи себя в порядок И вспомни что ты женщина А не Солдафон Иди-ка ты со своими советами Ладно? Я уже обо всем позаботился Дом работницы наводит блеск Так что не переживай Отлично Хоть на этом спасибо А что за повод Для такого королевского визита? Не подскажешь? Никакого повода Просто семейный ужин Как прекрасно Семейный ужин Там где семьи нет У нас учет на двери написано Не видите что ли? Ой Ой мама дорогая Кто к нам пожаловал Вы посмотрите А вы что передовик производства? На доску почета будете фотографироваться? Вы обедать? Я сейчас рассольник разогрею Вот Здравствуйте А вы недавно в школе работаете? Да Я что-то вас в прошлом году не видел А я это Папа Саши Щукина У меня умный Знаете в этом Музыкальном классе учится Ну значит они с моей дочкой одноклассники Я мама Тони Петровой Правда? Ой очень приятно Федор? Татьяна Ивановна Давай подогрей его поскорее А то видишь Мужчина совсем истощал Рубашка на нем висит Скоро свалится Ничего подобного Очень хорошо сидит Да Это Любань Вот Ой что это такое? Открытка? У меня между прочим День рождения в сентябре Привереги до осени Да это не поздравление Это Приглашение Это куда это? Ну-ка, ну-ка Приглашение? Ты что шутишь что ли? Тут нет ничего Так В этом же есть Суть приглашения Любань Я Хочу пригласить тебя туда Где ты никогда Еще не была Откуда ты знаешь? Может туда Когда ты хочешь меня пригласить Я уже была Я не хочу туда Где еще не была Вот например В раю я не была И не хочу туда Вот Как это интересно А главное романтично Сюрпризы это так приятно Татьяна Ивановна А может это Вы мне составите Компанию, а? А ничего подобного Я между прочим Еще не отказывалась Я тоже люблю сюрпризы Согласна я Ух Пожалуйста О, привет Привет Что, уроки закончились? Можно и рюмочку хлопнуть, да? Да ладно, я шучу Тебе что сделать? Банановый бриз Или клубничный? Шторм? Налей мне, пожалуйста Просто простой воды Я видел у Вани Какие-то странные таблетки И я решила Что это наркотики О, блин Самое интересное Что я тоже видел у Вани Эти таблетки И мне тоже показалось Это странно Короче Я рассказала все Илье Мы решили найти дилера Вначале мы обыскали вещи Вани Но ничего не нашли Потом мы решили Поймать его на живца Но тоже ничего не вышло Видимо он испугался Или что-то заподозрил В общем он мне всучил витамины Вместо этих странных Каких-то цветных таблеток Это все? Да Послушай, а ты точно замечал В поведении Жанны Много странностей? Ну естественно Она в последнее время Вела себя вообще неадекват Я же извиняю в ментовку Она влюбилась в этого мажора Он ее послал Короче, ты права Надо что-то делать Иначе Иван и Жанна Наломают таких дров Идеи есть? Есть Для начала надо еще раз Прошерстить вещи Вани и Жанны Я очень рад Что вы все вовремя собрались Не буду вам долго объяснять Чтобы не задерживать ни вас, ни нас Мы пригласили вас для того Чтобы взять у вас кровь На анализ Что? Что такое? Покоряйте Покоряйте Тише, тише Ребята, тихо Успокойтесь Это абсолютно Безболезненная Главное Безопасная Процедура Обещаю Больно не будет Это как Ну как Укус комарик А зачем у нас Будет брать кровь? Ты понимаешь Есть подозрение Что В школе появилась дифтерия Нет, нет, нет Ничего опасного Ничего опасного Ребята Это только подозрение И анализ крови Это просто формальность Ну ничего себе формальность Я не буду сдавать кровь Без письменного разрешения Моих родителей Жанна, я боюсь Что твои ультиматумы Здесь не помогут У нас есть распоряжение Минздрава Проделать эту процедуру Со всеми учениками Ларин, Ларин, а Что ж ты задумала? Ну что, решил со мной поиграть, да? Ладно Алло Мир Юрьевна, здравствуйте Это Ксюша Как ваше здоровье? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok